Борис Акунин. Смерть Ахиллеса. Детектив о наемном убийце. Часть первая. Фандорин. Глава первая, в которой звенья случайности сплетаются в цепь судьбы. Едва утренний петербургский поезд, еще толком не вынырнув из клубов паровозного дыма, остановился у перона Николаевского вокзала, едва кондукторы откинули лесенки и взяли под козырек, как из вагона первого класса на платформу спрыгнул молодой человек весьма примечательной наружности. Он словно сошел с картинки парижского журнала, воспевающего моды летнего сезона 1882 года. Светлый песочный чесучевый костюм, широкополая шляпа итальянской соломки, остронусые туфли с белыми гамашами и серебряными кнопками, в руке изящная тросточка с серебряным же набалдашником. Однако внимание привлекал не столько щегольской наряд пассажира, сколько импозантная, можно даже сказать, эффектная внешность. Молодой человек был высок, строен, широкоплечь, на мир смотрел ясными голубыми глазами, ему необычайно шли тонкие подкрученные усики, а черные аккуратно причесанные волосы имели странную особенность — интригующе серебрились на висках. Носильщики спора выгрузили принадлежавший молодому человеку багаж, который заслуживает отдельного описания. Помимо чемоданов и саквояжей, на перрон вынесли складной велосипед, гимнастические гири и связки с книгами на разных языках. Последним из вагона спустился низенький кривоногий азиат плотного телосложения с чрезвычайно важным толстощеким лицом. Он был одет в зеленую ливрею, очень плохо сочетавшуюся с деревянными сандалиями на ремешках и цветастым бумажным веером, что свисал на шелковом штурке с его шеи. В руках коротышка держал четырехугольный лакированный горшок, в котором произрастала крошечная сосна, словно перенесшаяся на московский вокзал прямиком из царства лилипутов. Оглядев скучные станционные строения, молодой человек с не вполне понятным волнением вдохнул прокопченный вокзальный воздух и прошептал «Господи Боже, шесть лет!». Однако долго предаваться мечтательности ему не позволили. На пассажиров со столичного поезда уже налетели извозчики по большей части из числа приписанных к московским гостиницам. В бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырех гостиниц, что считались в Первопрестольной самыми шикарными — Метрополя, Лоскутный, Дрездена и Дюссо. «А вот, Метрополь, пожалуйте!» — воскликнул первый новейший отель по истинно европейскому обычаю, а для китайца вашего при номере особая коморка имеется. «Это не китаец, а японец!» — объяснил молодой человек, причем обнаружилось, что он слегка заикается, и я бы желал, чтобы он поселился вместе со мной. «Так извольте к нам Лоскутную!» — оттеснил конкурента плечом второй извозчик. «Ежели снимаете номер от пяти рублей, доставляем бесплатно. Домчусь ветерком!» «В Лоскутной я когда-то останавливался!» — сообщил молодой человек. «Хорошая гостиница!» «Всем вам, барин, ян тот муравейник!» — вступил в схватку третью. «У нас в Дрездене тишь благолепия, и окошки прямо на Тверскую, на дом князя-губернатора!» Пассажир заинтересовался. «О, в самом деле, это очень удобно. Я, видите ли, как раз должен служить у его сиятельства. Пожалуй...» «Эх, сударь!» — вскричал последний из кучеров молодой франт в малиновой жилетке с набрялининым до зеркального блеска пробором. «У Дюссо все наилучшие писатели останавливались! И Достоевский, и граф Толстой, и сам господин Крестовский!» Уловка гостиничного психолога, обратившего внимание на связки с книгами, удалась. Красавец Брюнет Ахм. «Ах, неужто граф Толстой? А как же! Чуть в Москву, пожалуй, так первым делом к нам-с!» Малиновый уже подхватил два чемодана и деловито прикрикнул на японца «Ходя, ходя, твоя за мной носи!» «Ну, Дюссо так Дюссо!» — пожал плечами молодой человек, не ведая, что это его решение станет первым звеном в роковой цепочке последующих событий. «Ах, Масса, как Москва-то переменилась!» — все повторял по-японски красавчик, беспрестанно вертясь на кожаном сиденье пролетки. «Прямо не узнать! Мостовая вся булыжная, не то что в Токио! Сколько чистой публики! Смотри, это конка! Она по маршруту ходит! И дама наверху на империале! А прежде дам наверх не пускали, неприлично!» «Почему, господин?» — спросил Масса, которого полностью звали Масахиро Сибата. «Ну как же! Чтоб с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается!» «Европейские глупости и варварства!» — пожал плечами слуга. «А я вам, господин, вот что сказал! Как только прибудем на постоярый двор, надо будет поскорее куртизанку вызвать к вам, и стоп непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие зенсины, высокие, торстые, гораздо лучшие японок. Отстань ты со своей ерундой!» — рассердился молодой человек. Слушать противно. Японец неодобрительно покачал головой. «Ну сколько можно пятиариться, помидори-сан? Вздыхать из-за зенсины, которой никогда борься не увидишь! Пустое занятие!» Но его хозяин все-таки вздохнул, а потом еще раз, и видно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера, как раз проезжали старостной монастырь. «А кому это нам в бульваре памятник поставили? Неужто лорду Байрону?» «Пушкин и это Александр Сергеевич!» — у Каризина обернулся возниться. Молодой человек покраснел и опять залопотал что-то не по-нашему, обращаясь к косоглазому коротышке. Извозчик разобрал только трижды повторенное слово «Пусикин». Гостиница «Дюссо» содержалась на манер самых лучших парижских, с ливрейным швейцаром у парадного подъезда, с просторным вестибюлем, где в катках росли азалии и макнолии, с собственным рестораном. Пассажир с петербургского поезда снял хороший шестерублевый номер с окнами на театральный проезд, записался в книги коллегским асессором Эрастом Петровичем Фондориным. И с любопытством подошел к большой черной доске, на которой по европейскому обыкновению были мелом написаны имена постояльцев. Сверху крупно, с завитушками число 25 июля, пятница, седюе, вундроди, седьмое, чуть ниже. На самом почетном месте каллиграфически выведено генерал-адъютант от инфантерии М.Д. Соболев, номер 47. — Не может быть! — воскликнул коллегский асессор. — Какая удача! А вернувшись к партии, спросил, у себя ли его высокопревосходительство? — Мы с ним давние знакомцы. — Так точно у себя-с! — поклонился служитель. — Только вчера въехали. Со свитой. Все угольное помещение сзади ревон, за той дверью коридор весь их низ. Но пока почивают и тревожатся невели нас. — Мишель! — в полдевятого утра изумился Фондорин. — Это на него не похоже. Впрочем, люди меняются. Извольте передать господину генералу, что я в номере двадцатом. Он непременно захочет меня видеть. И молодой человек повернулся идти. Но тут произошла еще одна случайность, которая суждена была стать вторым звеном в хитроумной вязи судьбы. Дверь, ведущая в занятый высоким гостем коридор, внезапно приоткрылась, и оттуда выглянул чернобровый чуватый казачий офицер с орлиным носом и впалыми синеватыми от небритости щеками. — Человек! — зычно крикнул он, нетерпеливо тряхнув листком бумаги. — Пошли на телеграф депешу отправить живо! — Гукмасов! — Вы? И раз Петрович распростер объятия. — Сколько лет, сколько зим! Что все по троклам при нашего хелесе, и уже и Саул! Поздравляю! Однако этот дружественный возглас не произвел у офицера никакого впечатления, а если и произвел, то неблагоприятное. И Саул обжег молодого щеголя недобрым взглядом черных цыганских глаз и, ни слова больше не говоря, захлопнул дверь. Фондорин так и застыл в нелепой позе с раскинутыми в стороны руками, будто хотел пуститься в пляс, да передумал. — На самом деле, — смущенно проворботал он, — как все переменилось, и город, и люди. — Не прикажете ли завтрак в номер? — спросил портье, делая вид, что не заметил асессорова конфуза. — Нет, не нужно, — ответил тот. — Пусть лучше принесут из погреба ведро льду, а, пожалуй, что и два. В номере просторном и богато обставленном постоялец повел себя весьма необычно. Он разделся догола, перевернулся вниз головой и, почти не касаясь стены ногами, десять раз отжался от пола на руках. Слугу японца поведение господина ничуть не удивило. Приняв от коридорного два ведра, наполненные колотым льдом, азиат высыпал аккуратные серые кубы в ванну, налил туда холодной воды из медного крана и стал ждать, пока калежский асессор закончит свою диковинную гимнастику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова